Всем добрый день! Меня зовут Надежда и рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня я буду делать салат. Грибы под шубой, для которого мне понадобится отварной рис примерно 150-200 грамм, шампиньоны 300-400 грамм, одна крупная морковка, можно взять 2 мелких, у меня она разрезана пополам, поскольку я отваривала предварительно 3 средние картошки, одна крупная луковица, 5 яиц, 2 средние свеклы, можно взять одну большую. Рис я уже предварительно отварила. Овощи и яйца я потру на терке. И сейчас с вами займемся грибами и луком. Грибы порежем соломкой и лук полукольцами кубиками. Грибы я буду резать следующим образом. Просто ножку отрезаю и вот такой вот соломкой я их порежу. Вот таким вот образом. Мелко резать не обязательно, потому что они немножко... Мы их будем обжаривать и они дадут свою усадку. Режем грибы соломкой. Дальше грибы я отправила на сухую сковородку и обжарю их до того момента, пока с них не выпарится вся влага. И пока грибы будут обжариваться, я займусь луком, нарезкой лука. К слову сказать, у меня уже на канале вышло много рецептов салатов, которые вы можете использовать как для праздничного стула, так и для повседневного рецептов у нас суху, на которые я оставлю в описании под этим видео. Грибы у нас обжариваются и мы займемся нарезкой нашего лука для салата. Луковицу я уже разрезала пополам. Теперь еще раз пополам на четвертинки такие. И нарежу такими небольшими кусочками. И четвертинки еще раз пополам. Примерно это будет выглядеть у меня вот так. И просто режу небольшими полосками. Нарезаем. Сейчас к грибам я добавляю немножко оливкового масла. Можете добавить любое растительное, которое есть у вас. У меня это кусту оливковое. Повторюсь, можно взять любое. Добавили. И к грибам теперь отправляем порезанный лук. И обжариваем уже вместе с луком до готовности. Также лук и грибы я слегка поперчу и посолю. Я для этого взяла букет перцев и морскую соль. Можете взять перец, тот, что есть у вас. И также посолим. Солим перчим по вкусу. Уже после того, как все мои ингредиенты подготовлены, я беру кольцевую форму с блюдом и буду формировать мой салат. Самый первый слой я выложу рис на дно. Вылаживаем и ровняем. Поравняли. И следующий слой, который я положу, это у меня обжаренные грибы с луком. Излишнее масло, которое образовывается в грибах, можно не сливать, поскольку рис суховат. И он впитает в себя вот эти вот остатки масла, которые у вас могут образоваться. Вылаживаем и тоже ровняем. И уже грибной слой я промажу немножко майонезом. Я взяла махеев провансаль с лимонным соком. Можете взять любой другой, который есть у вас. Промазываем. Я положу такую небольшую сеточку. И, к слову сказать, чтобы форма кольцевая лучше у вас сходила с салата потом, я рекомендую ее предварительно смазать подсолнечным или растительным маслом любым, которое у вас есть в доме. Тогда кольцевая форма сходит очень и очень легко. Следующий слой я положу яйца. Вылаживаем полностью и тоже их поравняем. На яичный слой у меня пойдет слой морковки. Морковку берите на любителя, как нравится вам. Ложим, вылаживаем и выравниваем. Морковный слой тоже я смазываю майонезом, налаживаю сеточкой. Можете количество ложить, такое, какое нравится вам. Можете ложить сеткой, как ложу я. Можете равнять майонез ложечкой. Это уже на любителя. И в следующий слой я положу картошку. Ложим картошку и уравняем ее по форме. Ну и в завершении последний слой у меня будет свекольный. Влаживаем полностью всю вашу свеклу. И естественно, соответственно, тоже уравняем по поверхности. Как вы могли заметить, я салат сам не солила, поскольку я солю овощи все изначально при варке. Плюс ко всему подсаливали мы с вами грибы и подперчивали. И майонез даст свою солюность. Поэтому соли салат как таковой не требует. Можно досолить потом уже по вкусу, по желанию, непосредственно при подаче. И последний свекольный слой я также смазываю майонезом. Но уже последний слой я буду равнять майонез по поверхности салата. Я уже его поравняла. В таком положении я оставлю его на полчаса-час пропитаться и достану из формы. И уже на выходе вот такой вот красивенный и замечательный салат. У меня получается очень вкусный, нежный и довольно сытный. Украсят непременно как праздничный стол, так и подойдет для повседневного обихода. А на сегодня у меня все. И я напоминаю, что в описании под этим видео вы найдете ссылки и на другие, не менее актуальные к праздникам рецепты салатов. И не только к праздникам, но и на каждый день. Проходите, смотрите, пользуйтесь, готовьте с удовольствием. А на сегодня у меня все. Всем спасибо за внимание и пока-пока.